Ки и цветы к часовне на обойническом поле возложили в память о всех защитниках Родины. Великая Победа одержана благодаря стойкости и единству всех советских людей, но досталась ценой огромных жертв. Такое мнение высказал во время акции «Звон скорби» председатель Могилевского обл. исполкома Леонид Заяц. Эта страшная война коснулась каждой белорусской семьи, поэтому 22 июня – день нашей общенациональной скорби. Мы вспоминаем всех, кто, отдав свою жизнь во имя мира, выполнил долг по защите Родины. За мир, за спокойствие нашей Родины, служались наши сверстники, наши отцы, наши деды, наши братья, которые ценой жизни обеспечили нам сегодня победу. И было бы неправильно, было бы кощунственно, чтобы память людская была короткая, чтобы мы сегодня потеряли имена тех, которые проливали здесь кровь, которые здесь же, собственно, захоронены. Это очень важно – беречь мир, беречь спокойствие. Стал бессмертным и подвиг защитников Могилева, которые летом 1941 года более чем на три недели сковали превосходящие силы врага. Среди них были не только солдаты регулярных частей Красной Армии, но и бойцы народного ополчения – простые мирные жители. Именно они строили 20-километровый вал, окруживший город. Благодаря ему защитники Днепровского рубежа смогли самоотверженно держать оборону 23 дня и ночи, что дало возможность выиграть время для мобилизации сил на отпор врагу. Когда наши соотечественники, наши же могилевчане в молодом, совсем еще юном возрасте уже отдавали свои жизни для того, чтобы мы с вами сегодня могли жить и наслаждаться этой жизнью, говорит о том, что наша сегодняшняя задача, самая главная – это сохранить эту память и всегда помнить и гордиться этим невероятным подвигом. Традиционно 22 июня историко-патриотический клуб «Викру» и 52 июня.